22 июня, ровно 73 года назад, началась самая ужасная война за всю историю человечества. Фашистская Германия напала на Советский Союз. Смерть близких, голод и страх не сломили дух наших предков. У Вечного Огня те, кто помнит и чтит подвиг героя. Каждый год на памятник приходится больше и больше количества людей. Это и молодежь, это и взрослые, это неравнодушные люди. Да, 4 часа утра, это рано, когда все еще люди спят. Но именно тогда прервалась мирная жизнь. Взрослые дети и старики, плечом к плечу они стоят напротив Вечного Огня. Слова и мысли только о героях. Прочитали и письма солдат с фронта. Друзья, мне встать. В округе без них идет кино. Девчонки, их подруги. Все замужем давно. После начала войны Сочи в короткий срок был переформирован в город-госпиталь. Санаторий и пансионаты превратились в больницы. За годы войны лечения в Сочи прошли более 330 тысяч советских солдат. В 10 часов утра жители снова собрались у Вечного Огня. Память жертв войны почтил и глава Сочи Анатолий Пахомов. Эта дата очень трагичная. Но фашизм, он может прийти всегда. У нас совсем яркие примеры у наших соседей. И поэтому вот память об этом дне, память о том, что был фашизм, она просто необходима. Эту память мы должны передавать в поколение с поколением. Что помнили наши дети, помнили внуки. Потому что есть чем гордиться. Мы победили в этой войне. Но день начала войны, это день скорби. Мы будем помнить тех, кто не вернулся с этой войны. Тех, кто умер от ран в воспиталях. Монумент славы покрылся цветами и венками. Утреннюю тишину нарушил оружейный залп. Почтить память однополчан пришли и сами ветераны Великой Отечественной войны. Василий Рогов вспоминает, сразу после училища его отправили на работу строю тоннеля. Карьера молодого специалиста прервалась, не успев начаться. Через пять дней началась война. Мы к начальству. Отпустите нас на фронт. Нет, пока вы не закончите работу, мы вас никуда не отпустим. 28 июня закончили через шесть дней. В течение всего дня горожане приходили к монументу. Памятные митинги прошли накануне во всех районах курорта. Игорь Кырпа, Борис Осин, телекомпания ФКТ.